День ВДВ отмечают сегодня в России. Весь личный состав и ветеранов поздравил президент. Он уверен, что десантники будут твердо стоять на страже безопасности. История крылатой пехоты писалась мужественными, сильными духом людьми. Теми, кто готов к серьезным испытаниям и выполнению самых сложных задач. Кто бережно хранит законы нерушимого боевого братства. Кто превыше всего ставит такие понятия, как верность Родине и служебному долгу. Глава Госдумы Сергей Нарышкин отметил, что по сей день крылатая гвардия не имеет равных в мире. В 2015 году численность ВДВ России составляла около 45 тысяч человек. После реорганизации она должна вырасти до почти 60 тысяч. По словам командующего ВДВ Владимира Шаманова, к 1 декабря уже этого года все сержантские должности в воздушно-десантных войсках России будут укомплектованы, я подчеркиваю, контрактниками. Как же действующие десантники отмечают свой праздник? Давайте разбираться, вспомним традиции. Каждый десантник сегодня должен съесть арбуз. Существует такое поверье, когда Василий Маргелов, командующий ВДВ в 50-70-х годах, лежал в госпитале. Он был уже тяжело болен, к нему пришли десантники, они принесли арбузы, на которых было написано 2 августа, день ВДВ. После этого традиция и появилась. Гостям парка Горького арбузы будут раздавать, что интересно, бесплатно. Столичные власти закупили порядка 20 тонн ягод специально для этого мероприятия. Но давайте не будем лукавить. Есть еще и другие обычаи. Некоторые представители ВДВ все-таки целенаправленно отправляются на поиски фонтанов. Зачем они это делают из года в год? Есть несколько версий. Первый вариант. Просто были навеселе, упали фонтан, кто-то сфотографировал. Ну и решили назвать это традицией. Десантники поддержали эту идею очевидца. Вторая версия. Куда более романтическая. В воде видно отражение неба. Третий вариант. Хотят показать свою удаль. Интересно, перед кем? И четвертый. Просто сегодня Ильин. День по православному календарю. Это был последний летний день, когда можно купаться в водоемах. Известно, что каждый год, 2 августа, московские фонтаны пользуются особой популярностью у десантников. И тем не менее, отключать их в этом году не будут, как в прошлые годы. Они обещают, как власти обещают, что они будут работать в самом обычном режиме. При этом специалисты предупреждают всех желающих искупаться, что фонтан – это техническое сооружение, а не бассейн. Дословно, в чаше фонтана установлена современная система подсветки, которая имеет довольно сложный механизм. И не разбирающийся в этом человек, особенно на веселе, может ее повредить. Да, не стоит забывать. Охрана общественного порядка будет обеспечивать более 3000 сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск. Как ожидается, по всей России в прачечных мероприятиях примут участие более 300 тысяч бывших и действующих десантников. Геннадий Ониченко, бывший главный санитарный врач страны, советует, во-первых, если десантники решат купаться, пусть лучше снимают свою парадную одежду, а во-вторых, пусть выбирают воду почище. Конечно же, воздержаться от того, чтобы она могла попасть в желудочно-кишечный тракт, то есть, чтобы не нахлебались в простонародье, это называется, чтобы хотя бы уберечь себя от возможных осложнений с точки зрения желудочно-кишечного тракта или приобретения в результате этой почти сакральной процедуры для них, какого-нибудь инфекционного заболевания. В Москве сейчас на Васильевском спуске работает мой коллега Артур Матвеев, он выходит на прямую связь со студией Лайфа. Артур, приветствую тебя. За спиной нет никаких фонтанов, даже импровизированных. Как у вас развлекаются десантники и жители столицы, а также гости города? Приветствую, Алексей. Ну, на самом деле, основная часть торжеств уже, можно сказать, завершилась, потому что здесь на Васильевском спуске была и штанга, здесь проходил армрестлинг, было даже такое колесо для тренировки вестибулярного аппарата, как видите, все. Еще унесли и строй десантников, вот буквально минут 10 тому назад проследовал в сторону военных машин под руководством своих командиров. Здесь еще, конечно, безусловно, заканчивается уже концертная программа, вообще она была рассчитана до трех часов, но, видимо, решили немного продлить. Ну, вот видите, людей, ну, немного, да, будем говорить прямо. Началось же все сегодня ранним утром, в 9, с 9 часов шел торжественный молебен. В церкви Ильи Пророка. Дело в том, что День Ильи Пророка, это по церковному календарю и День ВДВ, они совмещены, совпали, и по совместительству Илья Пророк является небесным покровителем небесной пехоты. Ну, так вот, в честь этого начали празднование с крестного хода, но он был молниеносным, буквально по Ильинке метров 100 или 150 прошли десантники вместе со священнослужителями. Фактически такой марш-бросок был до лобного места, где уже прочитали молитву в честь Ильи Пророка. Да, ну, а вот что сказали нам десантники, которые участвовали в этом крестном ходе? Служба ВДВ, она же с риском связана, вот, и выполнение прыжков, поскольку они, как правило, в большом количестве десантируются, в общем-то, опасно. Ну, и сама служба, и, в общем-то, люди, особенно, кто находились под огнем, они, в общем-то, Бога вспоминают. Ну, и вообще, мы все люди крещённые, тем более советские в душе, и, в общем-то, мы, вот видите, у меня, например, флажок, это вот именно вооружённых сил СССР, поэтому мы, в общем-то, да, поэтому, ну, всё. Естественно, потому что это флаг, это вот цвета флаг нашего подразделения, ему мы давали присягу, а гвардейцы присягают единственный раз в жизни. Также мы спросили у десантников, как же они будут отмечать, ну, надо сказать, что сегодня Новосельский спуск, в основном, пришли люди, которые постарше, поэтому ответы были такие, ну, консервативные. Традиция одна, если воин-десантник в Берете появляется в городе, он уважает не только себя, он должен уважать народ, и люди им должны гордиться, что это воин-десантник. И мы стараемся воспитывать своих подчинённых именно в этом духе. Ну, надо сказать, что сейчас концертная программа уже завершается, видимо, все основные мероприятия перенесутся в парк Горького или уже по каким-то кафе, где действительно смогут солдаты ВДВ отдохнуть. Может быть, и в фонтанах искупаться, как ты, Алексей, предполагал, но те десантники, которых мы видели сегодня, обещали честно только ноги замочить, ничего больше. Спасибо огромное. Артур Матвеев рассказал о том, как празднуется День ВДВ в Москве у подножия Красной площади в районе Васильевского спуска. Спасибо. Спасибо.